Здравствуйте! Вы смотрите Время новостей на МТВ в студии Анны Рябовой. В начале выпуска коротко о событиях этого дня. Сегодня в России отмечают День Конституции. В праздничный день два Волгоградца стали почетными жителями Волгоградской области. И еще больше тысячи школьников полноценными гражданами России. Волгоградские проекты попали в финал конкурса национальной премии «Патриот-2022». И еще один танк, участник Сталинградской битвы, на этот раз Т-70, отправится на реконструкцию. А также как отправить письмо или посылку бойцам СВО. И теперь обо всем поподробнее. Сегодня в России отмечают День Конституции. Это основной закон государства, который провозглашает и гарантирует права и свободу человека и гражданина. А также определяет основы общественного строя, форм управления и территориального устройства. А также основы организации центральных и местных органов власти. В 2020 году в главный документ страны ввели поправки. Нововведения отразили требования меняющегося мира и современной реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия. Сегодня в День Конституции губернатор Андрей Бочаров вручил Волгоградцам награды высшей степени общественного признания. Двое ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня продолжают участвовать в жизни региона, стали почетными жителями Волгоградской области. Фронтовики Евгений Федорович Рогов и Виктор Федорович Шестель получили награды высшей степени общественного признания региона, почетный гражданин Волгоградской области. Оба совсем юными встали в сороковые на защиту Родины. Евгений Рогов оборонял Сталинград, освобождал Севастополь, а в 45-м в Крыму участвовал в обеспечении безопасности Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Виктор Шестель принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, дошел до Берлина. После войны фронтовики восстанавливали мирную жизнь и обеспечивали обороноспособность и безопасность страны. Ваши боевые и профессиональные заслуги отмечены высокими государственными наградами. И теперь и самыми высокими званием общественного признания нашего региона. Почетный гражданин Волгоградской области. Спасибо вам за пример бескорыстного служения Отечеству и вашу активную жизненную позицию. Андрей Бочаров отметил и заслуги ветеранов в работе по патриотическому воспитанию молодежи, а также участию в социально-экономическом развитии региона. Я сердечно рад, что дожил до такого момента, и что моя деятельность дала высокую оценку. Буду все свои силы, опыт, знания, умения применить дому, чтобы оказать помощь в дальнейшем совершенствовании и развитии нашей области. Виктор Шестель по состоянию здоровья не смог лично присутствовать на церемонии, поэтому губернатор передал знак его дочери. Также глава региона вручил памятные знаки 80 лет победы в Сталинградской битве и житель осажденного Сталинграда. Я пользуюсь случаем, поздравляю вас и в вашем лице всех жителей Волгоградской области с Днем Конституции Российской Федерации. И сегодня для меня большая честь от имени жителей Волгоградской области вручить вам заслуженные награды. Тем временем в Волгоградской области продолжается подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской победы. Федеральный оргкомитет возглавляет Дмитрий Медведев, а региональный Андрей Бочаров. Мероприятия регионального плана синхронизированы с федеральным. И сегодня же волгоградские полицейские вручили первые паспорта гражданина России кадетам полицейских классов Волгограда и Волжского. Торжественная церемония вручения паспортов 28 кадетам прошла в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Для других школьников вы служите примером в учебе, в жизни. Вы наш кадровый резерв. Вместе с получением паспорта у вас появляются новые права, обязанности. Обязанности по сохранению российского государства, приумножению достигнутого предыдущими поколениями. Своими успехами в учебе вы подтверждаете готовность быть гордостью России. Дмитрий Вельмошко пожелал кадетам быть целеустремленными и настойчивыми в достижении поставленных целей. А также выразил уверенность, что ребята станут достойными гражданами своей страны. Меньше трех недель осталось до новогодних каникул. Время подводить итоги года и готовиться к праздникам. Эти темы стали главными на оперативном совещании, которое сегодня провел губернатор Андрей Бочаров. В эти дни в Волгоградской области завершается реализация национальных и приоритетных проектов развития региона, намеченных на текущий год. Работы идут по графику, подчеркнул Андрей Бочаров. Планы развития на 2023 год и среднесрочный период тоже утверждены, в том числе принятым бюджетом. Сейчас продолжается заключение контрактов на ближайшие два года. Тем временем в муниципалитетах продолжается подготовка к Новому году и проведению детских массовых мероприятий. Основная задача органов власти всех уровней на ближайшее время – делать все, чтобы новогодние каникулы и рождественские праздники на территории Волгоградской области прошли организованно, спокойно, без происшествий. Для этого необходимо провести подготовку и обеспечить беспребойную работу всех систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание на выполнение утвержденных мер комплексной безопасности жителей и территорий Волгоградской области. На период праздников Андрей Бочаров поручил назначить дежурных руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, проверить готовность объектов жизнеобеспечения к работе в условиях повышенных нагрузок, сформировать резервы сил и средства для действий в случае угроз чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить мониторинг пожароопасной ситуации. Отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и семьям с детьми. Задача для дорожных, спасательных и коммунальных служб региона – быть готовыми к предотвращению и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Отдельное внимание должно быть уделено безопасности при перевозке организованных групп детей к местам массовых проведений праздничных мероприятий. Чтобы поддержать родных и близких, вы можете отправить письма и посылки военнослужащим, добровольцам и мобилизованным, которые защищают интересы нашей Родины и принимают участие в специальной военной операции. Бойцам всегда принято получать весточку из дома, знать, что их любят и ждут, чувствовать поддержку родных и близких. Это прибавляет им сил при выполнении поставленных задач. Я рада, что можно написать письмо, можно посылку отправить, можно открытку. У него 5 февраля будет день рождения. Адреса воинских частей можно узнать от военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Воинские части в зоне СВО прикреплены к подразделениям фельдегерской почтовой связи. Информацию мы получаем о местонахождении по спискам, либо через оперативного дежурного военного комиссариата области. И информация конфиденциальная, конечно, предоставляется только близким родственникам по прививению документов. Это жене, детям, маме, отцу. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, также посылки через ближайшее отделение Почты России. По адресу 103-400, город Москва-400, номер воинской части, фамилия, имя, отчество. Два волгоградских проекта «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане и проект «Броникатер БК-31. Цена Победы» победили в финале национальной премии «Патриот-2022». Торжественная церемония награждения состоялась одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. Проект «Свет Великой Победы» признали лучшим в номинации «Проект с использованием современных цифровых технологий». А «Броникатер БК-31. Цена Победы» занял первое место в номинации «Лучший военно-патриотический проект». Световая инсталляция стала одной из визитных карточек нашего региона. В дни празднования Победы Великой Отечественной войны десятки тысяч волгоградцев и гостей региона становятся свидетелями уникального аудиовизуального представления на главной высоте России. Проект «Броникатер БК-31. Цена Победы» включает в себя новый музейный комплекс «Броникатер БК-31», посвященный подвигу моряков Волжской военной флотилии. 17 июля 2022 года комплекс открыли заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и губернатор Андрей Бочаров. Образовательную лабораторию и передвижную выставку «Броникатер БК-31. Поиск» за два года посетили больше 460 тысяч человек в десятках регионов России. В этом году на сыскание премии «Патриот» было подано 1200 заявок из 75 субъектов России и 8 зарубежных стран. Цель премии – выявить лучшие практики работы и выразить признательность гражданам и организациям за их вклад в патриотическое воспитание молодого поколения России. Продолжаем выпуск. В Волгограде восстановят еще один танк, участник Сталинградской битвы. Т-70 был установлен в парке памяти в Советском районе. Сегодня боевую машину весом в 9 тонн сняли с металлической эстакады и перевезли на территорию музея-заповедника «Сталинградская битва». Специалисты детально исследуют ее состояние и отреставрируют. Т-70 – советский легкий танк. Массово выпускался до осени 1943 года. Он заменил и разведывательный танк Т-60, и легкий Т-50 для поддержки пехоты. Т-70, который установлен в парке памяти в Советском районе, поисковики обнаружили в 2007 году. Бронированную машину подняли со дна Варваровского водохранилища в районе поселка Водный. Это не новодел, это не макет, это реальный участник Сталинградской битвы. Можно предположить, что это январские бои, потому что они происходили в районе поселка Водный на операции «Кольцо». Восстановление Т-70 проводили в Волгограде. Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» обследовали находку, организовали работы по первичной реставрации и консервации танка. В январе 2008 года, в канун празднования 65-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом, он получил прописку в парке памяти. Почти за 15 лет под воздействием погодных условий танк пришел в недовлетворительное состояние. Специалистам предстоит очистить его корпус от коррозии, нанести специальные грунтовку и краску, которые помогут защитить металл от воздействия влаги. Полный объем работ определят после детального обследования танка. Как только мы увидим бортовой номер, тогда в дело будут запущены научные сотрудники нашего музея, которые попытаются определить, в какой воинской части принадлежал танк. А уж потом, возможно, и судьбу экипажа. В этом году в Волгограде и области реализуют масштабный проект по обновлению памятных мест региона. С таким предложением в ходе подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской Победы к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. В ходе выполнения проекта только в городе герои приведут в порядок 16 мемориалов. Реконструкцию памятников культурного наследия ведут специалисты подрядных организаций с многолетним опытом работы на таких объектах и соответствующей лицензией. Светлана Ларикова, Роман Седлецкий. Время новостей. Познакомить с возможностями современного общества. Студентка Волгоградской академии физической культуры Полина Рахлеева выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи. Суть проекта – реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью цифровых технологий. Что такое мультипарад, узнала Лейла Джамалиева. Ее спортивная карьера закончилась после травмы. Продолжать заниматься спортом гандболистка Полина Рахлеева уже не могла. Ей пришлось в корне изменить планы на будущее, понимая, насколько людям важна помощь в реабилитации. Полина стала студенткой факультета физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и решила связать свою жизнь с помощью детям с ограниченными возможностями здоровья. Для меня очень важно заниматься с детьми, я их очень люблю. Мне очень важно помогать деткам, которым важна наша помощь. И я выбрала именно эту профессию. Я начала заниматься с детьми с особенными возможностями здоровья, начиная с первого курса на базе данного центра, центра без границ. Полина уже неоднократно реализовывала свои идеи и задумки, которые связаны с реабилитацией детей с ограниченными возможностями. Центр адаптивной физической культуры без границ действует на базе вуза уже пять лет. Занятия помогают детям дошкольного и школьного возраста, имеющим ограничения по состоянию здоровья и даже инвалидность, окрепнуть физически и духовно и раскрыть свои безграничные возможности. Ребенку необходимы физические нагрузки для его гармоничного развития, полноценного развития. И вот мы занимаемся здесь с прошлого года. За это время он научился делать кувырки, потому что многие дети с его похожими заболеваниями, они боятся, боятся очень многих упражнений, с огромным удовольствием сюда ходят и занимаются, и забрать его по окончании занятия очень трудно. Скорые занятия здесь будут приносить ребятам еще больше пользы. Студентка третьего курса Полина Рахлеева под руководством опытных наставников разработала новый проект – цифровые технологии для детей с ОВЗ «Мультипарад-2023». На базе Центра «Без границ» уже существуют авторские методики адаптивного физического воспитания, но VR-очки – это новейшая передовая разработка. Целью нашего проекта будет являться разработка 30 мультипликационных программ, в основе которых будут мультипликационные герои. Задача деток будет, как и в обычных VR-технологиях, VR-очках, когда дети приходят поиграть, у них какие-то уровни, проходить нужно какие-то полосы препятствий. С помощью современных технологий ребята будут познавать окружающий мир и расширять свои возможности. Не выходя из одной комнаты, благодаря новым разработкам, они побывают в любом конце света. В индивидуальных и групповых занятиях примут участие 38 юных волгоградцев в возрасте от 6 до 12 лет. Нашим детям очень нужна физическая нагрузка, но, к сожалению, не так много мест, куда мы можем ходить. И где они могут заниматься. Поэтому очень рада, что мы сюда попали. Особенно или обычные, все равно они живут в той среде, в современной среде. И вот эти новые технологии, они в любом случае будут для них интересны, полезны. Я думаю, что и для их развития, и в принципе просто для их жизни в современном обществе. Грант в 290 тысяч рублей Волгоградка выиграла благодаря идее применения цифровых технологий в обучении детей с ОВЗ для их реабилитации и интеграции в общество. В рамках курса у ребят сформируются двигательные навыки укрепиться связочным мышечный аппарат. Специалисты подберут подходящую программу на основе диагноза ребенка и его функциональных возможностей. Новые технологии только помогают совершенствовать уже существующие методики, разрабатывать новые методики. Мы таким образом социализируем детей, мы учим их адаптироваться к новому миру, потому что мир развивается намного быстрее, чем они сами. И нам нужно этому способствовать. Поэтому, конечно, новые методики, реализация новых методик, использование искусственного интеллекта в том числе, конечно, будет помогать для их развития. В рамках нацпроекта образования в регионе обновляют материально-техническую базу в специальных образовательных учреждениях для ребят с особенностями в развитии. К концу 2024 года современное оборудование установят в 13 коррекционных школах. Лейла Джумалиева, Андрей Кирсанов, Время новостей. Презентация направления обучения, подробная информация об условиях поступления и много другой полезной информации. В Волгоградской консерватории имени Серебрякова состоялся день открытых дверей. Старшеклассники, выпускники колледжа и техникумов вместе с родителями познакомились с самой консерваторией, с ее историей, педагогами, а также получили ответы на свои вопросы. Инна Емельянова с подробностями. День открытых дверей начался, как и полагается у творческих людей, с концертной программы. Абитуриенты увидели и услышали, чему их могут научить. Студенты консерватории продемонстрировали свои вокальные данные и мастерство игры на инструментах. История создания Волгоградской консерватории началась в Царицыне в 1911 году. В здании на углу улицы Московской и Астраханской работали музыкальные классы по трем специальностям – скрипка, виолончель и фортепьяно. В 1917 году музыкальные классы преобразовали в музыкальное училище. Шли годы, менялись названия, но главная цель оставалась неизменной – обучить талантливых ребят и открыть им двери в мир искусства. Здесь все к тебе относятся хорошо, все хотят, чтобы ты чему-то научился и выпустят тебя в этот свет умным, добродушным и просто мастером своей профессии. После торжественной части будущие студенты получили консультации преподавателей, как групповые, так и индивидуальные, и узнали, какие требования в этом году предъявляют к поступающим. Специфика наших вступительных испытаний связана с тем, что мы не принимаем исключительно по результатам ЕГЭ. ЕГЭ, безусловно, нам необходимо, это экзамены по русскому языку и литературе для программ высшего образования, но обязательно все студенты сдают испытания профессиональной творческой направленности. Волгоградская консерватория – это современное образовательное учреждение. Здесь реализуют программы среднего и высшего профессионального образования. Ежегодно сюда поступают сотни студентов из Волгограда, области, других городов России и зарубежных стран. Направлений подготовки множество. Каждый найдет себе профессию по душе. Мы не волгоградцы, мы с области. Уже есть победы свои. Это как бы она не просто так. Уже она небольшой профессионал. Для нашего городка она уже довольно часто сольно выступает на местных концертах. Сначала я пела для души, для себя. Потом я решила для родственников выйти на сцену в школе. Всем это очень понравилось. Я вдохновилась тем, что всем понравилось. И вот так вот пошло-поехало. Я решила в этом году поступать. Я усердно готовлюсь. Атмосфера в Серебряковке творческая и дружественная. По словам студентов, конкуренция, конечно, присутствует. Но она здоровая и является двигателем прогресса и профессионального роста. По словам ребят, абитуриентам главное не бояться и не сомневаться в своем выборе. Я бы хотела пожелать им не прогуливать пары, слушаться, уважать друг друга, понимать, выступать. И главное, никогда не сдаваться. Идти только всегда вперед. Следующий день открытых дверей в Серебряковке состоится в следующем году, 22 апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте консерватории. Инна Емельянова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Тем временем в Волгоградском институте искусств и культуры стартовала ежегодная неделя науки и творчества. В течение недели в ВУЗе пройдут научные мероприятия. А на различных площадках города на Волге представители различных коллективов института искусств и культуры представят программы разных жанров и направлений. На открытии недели науки и творчества во дворце культуры профсоюзов побывала Дарья Коломыченко. Академический хор Института искусства и культуры исполняет «Зимнюю дорогу» в сочинении Виссариона Шабалина. А с первых секунд произведение пронзает зрителей чистым многоголосьем. Среди солистов первокурсник Евгений Сахаров. Для него это первая неделя творчества. Немного волнуется. Самое главное это слушать человека, который рядом с тобой. Желательно, который относится к той же партии, что и ты. То есть, допустим, я баритон, я должен слушать баритонов. Рядом со мной еще стоит тенор. Главное его не слушать, чтобы случайно не уйти не в ту тональность. Для меня наука и искусство это жизнь. В прямом смысле с самого детства я не представляю себе жизнь без науки и творчества. На одной сцене ученики и наставники, заслуженные профессионалы и те, кто только делает первые шаги в мире большого искусства. Фольклорные инструментальные ансамбли, оркестры, скрипачи и гитаристы, солисты и коллективы. Они выступают в разных жанрах, но всех объединяет музыка. Джаз – это как бы расслабление души, наверное. И единственное направление, которое действительно дает возможность показать все свои эмоции, все переживания и чувства. На самом деле эстрадный вокал очень дает много возможностей где-то работать, где-то проявлять себя. Каждый год программа «Недели» имеет уникальный научно-творческий замысел. Изюминкой 2022-го станет закрытие Всероссийского фестиваля музыкально-исполнительского искусства городов России, посвященного 90-летию Сергея Слонимского. Помимо научных и творческих мероприятий, «Неделя» включает в себя и большой учебно-методический блок. Педагоги вуза раскроют студентам секреты своего профессионального мастерства. Неделя науки и творчества – традиционный праздник для студентов и преподавателей Волгоградского института искусств и культуры. На протяжении нескольких десятилетий мероприятие подводит своеобразный итог большой плодотворной работе огромного коллектива вуза за год. Это, в принципе, очень ответственное мероприятие, яркое, многосоставное, и оно собирает все самое важное, существенное, что наш институт может предоставить общественности нашего региона. Я думаю, что все пройдет так, как должно быть, на высоком профессиональном уровне, ярко, дерзновенно. В течение недели педагоги, учащиеся высшего учебного заведения, колледжа и Центральной школы искусств, будут посещать концерты, мастер-классы, выставки, круглые столы и практические конференции. Неделя науки и творчества объединит более 500 участников. Дарья Коломыченко, Андрей Кирсанов. Время новостей. А теперь о событиях культуры. Заботливая мамаша и ее сын-бездельник, богатая невеста и сваха. В Волгоградском театре одного актера состоялась премьера спектакля по трилогии Александра Островского «Праздничный сон до обеда». Роли всех героев исполняет одна актриса, заслуженная артистка России Зинаида Курова. Сбылась ли заветная мечта Бальзаминовой или она осталась такой же недосягаемой, как и была, расскажет Инна Емельянова. Павла Петровна Бальзаминова не находит себе места. Ее любимому сыночку Миша срочно нужно найти богатую невесту. Это самый легкий и надежный способ выбиться в люди. Только вот беда, где же ее найти? Миша Бальзаминов популярностью у женщин не пользуется, да и за душой у него не гроша. На помощь приходит сваха и приносит добрую весть. Насчет преданного обрадую, золотая невеста. 300 тысяч серебром от отца досталось. Да, деньги-то деньгами, да и с собой красавица. Шестерых главных героев комедийной пьесы Островского «Праздничный сон до обеда» мастерски сыграла заслуженная артистка России Зинаида Гурова. По ее словам, она давно мечтала воплотить на сцене бессмертную драматургию Островского. На протяжении нескольких месяцев вместе с автором постановки и музыкального оформления режиссером Олегом Скивко, актриса в онлайн-формате репетировала постановку. Островский – это такая глыба для театров, для времени, а сегодня он очень актуален, как никогда, время, деньги, жизнь. И вот режиссер так построил, что вот эта прослойка никчемных людей, которые не могут себя обрести в этом мире денег, они растерянные. Волгоградцы оценили постановку и неподражаемую игру Зинаиды Гуровой. Ведь театр одного актера – один из самых сложных жанров. Чтобы овладеть им, необходима безупречная актерская игра, блестящее знание произведения и умение всего за несколько минут перевоплотиться, сменить десятки эмоций, чувств и образов. Впервые в этом театре на спектакле очень понравилась и игра актера, и постановка. В общем-то, будем переходить. Да, очень понравилось. Жене Бабальзаминовой очень нравится, очень интересный, он там юмористический, как бы, много юмора. Концовка спектакля «Праздничный сон до обеда» открыта. Каждый из зрителей может сам придумать финал. Но главная мысль очевидна – в жизни всего нужно добиваться своим трудом. Любовь Макарова, Инна Емельянова, Дмитрий Макаров. Время новостей. В Красноармейском районе задержан мужчина, который на глазах у полицейских избил знакомого насмерть. Стражи порядка даже не успели предотвратить трагедию. В Дзержинском районе сразу несколько нарядов ДПС преследовали гонщика, который грубо нарушал правила дорожного движения. Инспекторам пришлось даже применить стабильное оружие. Сводку происшествия за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Дзержинском районе наряд ДПС для задержания скрывшейся машины применил оружие. Водитель Рено грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. В преследовании участвовали несколько нарядов ДПС. Для остановки транспортного средства были произведены предупредительные, а затем и прицельные выстрелы по колесам машины. После того, как было повреждено колесо автомобиля, нарушитель остановился. За рулем находился 32-летний, ранее лишенный прав водитель. В Красноармейском районе сотрудники госавтоинспекции по горячим следам задержали участника драки со смертельным итогом. В ходе патрулирования наряд ДПС заметил конфликтующих мужчин. Один из оппонентов нанес удары другому, после чего последний упал и не поднялся. Участника конфликта задержали. Задержанный 48-летний волгоградец доставлен в отдел полиции. В Волжском возбудили уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина воспитывала детей в антисанитарных условиях. Несовершеннолетние лишены спальных мест, прогулок, одежды, игрушек и разнообразия в питании. Она часто беспричинно наносила побои трехлетнему и пятилетнему сыновьям, а также наказывала их. Дети изъяты из социально опасного положения. В органы опеки направлен материал на лишение женщины родительских прав. Сразу после выпуска новостей в 17.30 смотрите программу «Ани Унанян всегда на страже». Программу о тех, кто охраняет правопорядок, защищает страну от внешних и внутренних угроз и обеспечивает общественную безопасность. А в 18.10 мы покажем российскую мелодраму «Кто следующие мечтатели». Сергей – профессиональный танцор, но так случилось, что в страшной аварии он повредил ногу и о карьере танцора пришлось забыть. Теперь он работает на небольшой должности и терпит насмешки коллег. А еще никак не может наладить отношения с женщиной, которая в той страшной автокатастрофе лишилась возможности иметь детей. Но однажды, обнаружив свои туфли для степа в мусорном пакете, Сергей понимает, что танцы – его настоящее призвание. В тайне от всех он начинает готовить свое триумфальное возвращение и даже не подозревает, как этот шаг изменит его жизнь и жизнь людей вокруг. Не пропустите в 18.10 на МТВ. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем портале mtv.online, а полная коллекция видео на rutube.ru. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, смотрите, читайте новости, так вы будете знать все о нашем регионе. Ну а в прямом эфире встретимся в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня ночью, завтра днем в Волгограде облачны с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем около 0. Субтитры создавал DimaTorzok